Владимир, добрый вечер. Могли бы вы рассказать о временных петлях и повторяющихся действиях в мухоморных трипах? Временная петля – это та самая последняя мысль, ваша последняя, которая проявлена в том месте, где вы находитесь. То есть мухомор стирает все ваши мысли, а их миллиарды, триллиарды одновременно происходят, они вообще по жизни. Мы все время находимся в рое этих мыслей, благодаря которым существует эта реальность. То есть вашими мыслями вы в ответе за все-все-все, что вы знаете и все, что с вами происходит, это и есть ваши мысли. Другие государства, история, будущее или мысли о будущем, настоящее, которое состоит из континентов, стран, президентов разных народов, языков и всего-всего-всего, что это включает. Это ваши мысли, создающие в этот момент вот этот мир, эту реальность. И вот мухомор начинает все это. Сначала первый слой – это ваше беспокойство, он убирает все эти беспокойства, все ваши переживания, страхи. И дальше начинает стирать эту реальность. Все мысли, которые создают эти континенты, папуасов, которые раньше ели людей, американцев, которые снимают клоклевые фильмы, китайцев, которые производят для вас айфон, японцев, где очень красиво в Токио, особенно когда листочки там всякие цветут. И все остальное. Бедных детей в Африке, несчастных, голодных и так далее. Это все тоже начинает стираться. И дальше вы остаетесь, последняя мысль. Это место, это комната. Вы в ней, или где вы находитесь? И все. И она по кругу начинает. Потому что вы не можете в этот момент помыслить, о чем-то еще кто вы, где вы. Одна мысль – я, тот-то, тот-то вот здесь. Я, Володя Епифанцев, вот здесь. И она начинает по кругу тебя хуячить. Создает еще ощущение петли времени или времени в обратном. В обратную сторону создается такое ощущение. Но в действительности этого не происходит. Ничего в обратную сторону вы не идете. Ну, может быть, начинаете говорить какими-то странными словами, что может показаться слова в обратную сторону и так далее. Но вы, вот это место, оно зацикливается. Она последняя мысль, которую вы можете тоже стереть и исчезнуть, умереть. И вот этот страх смерти, страх перед тем, чтобы последним пунктом назначения в этом мире, вот этой мысли вашей комнаты и вашего тела, которая очень-очень шатка в этот момент, когда вас заворачивают петли, то пропадает дыхание, то легкие, то вы исчезаете, появляетесь. Вы не можете быть проявленным на сто процентов. И вот она начинает хуячить по кругу. А что надо в этот момент сделать? Отдаться этому состоянию и стереть, дать возможность мухомору. А он такой, он очень умный, он грипп-то. Он является, он не является, это ваше сознание на самом деле. Оно говорит, блядь, ну ты же не готов. Ты же не готов сейчас умереть. Ты же не готов стать пустотой. И вы, да, говорит, вы, ваше эго, которое ваш попутчик с вами движется туда, в этот трип, в этот зоныр, оно вас держит. И не дает вам туда уйти, потому что это не сразу происходит. Или это ситра вам помогает туда исчезнуть. Но ваше эго, последний ваш страх, фундаментальный ваш страх смерти, обнажается и не дает вам нырнуть туда в небытие ничто, которого не существует, потому что оно ничто. И так же, как этой реальности. И вот, если вы отдаетесь, перестаете суетиться и отдаетесь, ну, элементарно просто надо лечь на какую-то поверхность, лучше вот мягкую, и отдаться этой петле. Она будет заворачивать вас, но вы отдаетесь, и как бы усилием некого камлания шаманского, потому что мы все шаманы, мы все боги. У нас заложено вот это вот знание о том, как провалиться, как стать пустотой. Мы и так пустота. И вот слиться с самим собой можно вот путем вот этого магического рывка, прорыва. И вас нет. И все, эта петля заканчивается. И там, естественно, вы осознаете себя в пустоте. Кто осознает? Как осознает? Вопросов вы уже не задаете. Просто есть это осознание, вы там. Неимоверное счастье, неимоверное блаженство, где, можно сказать, подлечившись, вы можете опять вернуться в этот уебанный вашими страхами мир. А можете его создать заново, более совершенным. Но кто вы-то? Я здесь один. Поэтому это все делаю я, или ты, или он. И делаем мы это впервые. И никогда никто до этого не делал, потому что этот мир такой, какой он есть, что значит, у него кому еще не удавалось его изменить. Что говорит нам, или намекает на то, что изменить вообще ничего нельзя. Можно только добавить, создать, сызнова, заново, новое. Что-то создать новое. Как-то так. Все понятно.